С челябинских заводов на иностранные предприятия, с конвейера кондитера на стол семьи на другом конце мира. Ижнуральская продукция расширяет список стран поставок. С начала этого года полторы сотни компаний пополнили список экспортеров. Как челябинский бизнес развивается и в каких условиях, рассказали на премии «Экспортер года». Все подробности в сюжете. На днях придет очередная партия пожарных машин на платформе «Урал», произведенных в МИАСе. Казахстан, Туркменистан, Иран и Индия – это лишь малый список стран, с которыми сотрудничает Южный Урал в лице местных компаний. Это 2500 предприятий крупного бизнеса, а для малого цифра еще больше. С начала года 161 компания пополнила эти списки. На окружном этапе конкурса «Экспортер года» вручили премии лучшим в своем деле. Цель – поощрить предпринимателей, показать реальные успехи местных компаний, даже завязать новые деловые связи. Сначала это была одна страна, это были соседние страны, постепенно это расширялось. Расширялось – это первый момент. А второй момент – это бизнес-миссии, выставки, участие в коллективных стендах. Это все помогло нам расти, получить известность, дать известность бренду в других регионах. И иметь, что мы сейчас имеем – это 24 страны. Как рассказывают победители премии, десятки стран для экспорта – это не предел. Признания лишь мотивируют дальше развиваться. Но в приоритете, конечно, местный рынок и челябинский потребитель. А чем крупнее компания, тем больше рабочих мест она предоставит южноуральцам. Как ни в сказке сказать, ни словами описать, это труд каждого сотрудника нашей компании, это труд торговых представителей Российской Федерации, это помощь губернатора и помощь российского экспортного центра. Очень много людей. Я думаю, что в совокупности в этой премии участвовало, наверное, человек 600. Среди компаний-победителей – кондитеры, поставщики металлопроката и шаровых кранов. Эти предприятия можно назвать пионерами экспорта, ведь география сотрудничества за последние два года изменилась. Приходится налаживать контакты с абсолютно новыми странами. Но цель для местного производства – все та же – развиваться и завоевывать новые рынки сбыта. Север-юг, восточная часть этого коридора, мы уже его обкатали. У нас, по сути, ежемесячные поставки из Челябинской области, с нашего транспортно-логистического центра Южноуральский, через Иран в Индию, ну и не только, там, собственно, выход в Мировой океан. На прошлой неделе из Челябинска запустили дальневосточный экспресс для поставок во Владивосток. Но этот порт будет лишь транзитным. Далее южноуральская продукция разлетится по всему миру. Как говорят предприниматели, это их вклад в тот самый экономический суверенитет.